Представитель Российской Федерации попросил слово для дополнительного заявления. Прошу вас. Госедатель, я буду краток. Наше сегодняшнее заседание прошло очень эмоционально, что и понятно. Иногда, правда, возникал вопрос, есть ли предел политической эксплуатации чувств родственников погибших, переживающих чудовищную трагедию. Некоторые высказывания в отношении России в этой связи, я считаю, оскорбительными и недостойными дипломатов. Теперь по существу вопроса. Мы свои мотивы изложили в нашем выступлении. Один вопрос задронул по итогам дискуссии. Непонятно, почему отсутствие согласия по одной форме судопроизводства приравнивается к безнаказанности. Мы предлагали и подтверждаем это предложение изучить разные возможные варианты судопроизводства. Среди них, на наш взгляд, есть более простые, эффективные, уместные и менее политизированные. На них и надо сосредоточиться. Теперь о выступлении министра иностранных дел Украины, господина Климкина. Господин Климкин попытался выступить с позиции морального и даже религиозного превосходства. Говорил о недопустимости, безнаказанности, о необходимости сотрудничества. У меня в этой связи только один или два вопроса к украинскому министру. А зачем гражданские самолеты направляли в зону, где идут военные действия? В зону, где украинские вооруженные силы воюют, в том числе и с использованием авиации? Где летают военные транспортники? Зачем отправляли в эту зону гражданские самолеты? Пассажиры малазийского Боинга могли не знать, что у вас вооруженный конфликт. Малазийские авиационные власти, в конце концов, могли не знать, что у вас есть вооруженный конфликт. Но это вы прекрасно знали. Почему вы это делали? Из жадности или по каким-то другим соображениям? Почему до сих пор не предоставили в расследовании записи переговоров военных ваших авиадиспетчеров? Вот вам и безнаказанность. Наказали кого-нибудь за это, господин Клинкин? Наказали кого-нибудь на Украине за это? Будем надеяться, что расследование разберется и в этом, и безнаказанность наступит и в отношении тех, кто сбивал самолет, и тех, кто его направлял в зону военных действий. И самое последнее. Вот эта трагедия малазийского авиалайнера – это тяжелейшее испытание не только для тех стран, граждане которых пострадали и погибли в этой катастрофе, но тяжелейшее испытание для дипломатов, которым приходится заниматься этим вопросом, для политиков соответствующих стран, для экспертов, следователей, которые работают и продолжают работать вместе. Мы этот путь должны пройти вместе. К сожалению, сегодняшнее заседание вряд ли способствует вот этому совместному движению, к цели выяснения всех обстоятельств этой трагедии и наказания виновных. Но Россия, как я это сказал в ходе своего выступления, готова возобновить эту работу, как на экспертном, на дипломатическом, но на любом другом уровне. Поэтому давайте с завтрашнего дня к этой работе и перейдем. Благодарю вас. Я благодарю представителя Российской Федерации за данное заявление. На этом список ораторов исчерпан. Заседание объявляется закрытым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова